О переселении жителей Закаменска из-за аварийного жилья мы уже рассказывали ранее. Под эти нужды строятся два дома. Общая стоимость объектов больше 100 миллионов рублей. Новые хозяева получат квартиры такой же площадью, что и имели. У меня сын есть. Мы вдвоем будем в квартире. Квадрат у меня 79 квадратов. Трехкомнатные. Было изначально 79, да? А сейчас переселяетесь? Квадрат в квадрат или нет? Да, квадрат в квадрат. 79 было и 79 я заезжаю. Старые аварийные дома идут под снос. В Закаменске их 10. И все они находятся в центре города. Смертную стоимость мы примерно составляли здесь только на уборку мусора. И фундаментом у нас стоят только 36 миллионов. Вот видите, здесь на этом участке 7 домов и 3 у нас еще на Ленина улице. Дома какого года постройки? Ну, они, получается, здесь эти дома 40-х, 50-х. Ну, нет, это 50-х годов постройки сегодняшний. Но дома, видите, они признаны аварийными. У них перекрытие деревянное. Они, получается, у нас все расселены уже. В эти 36 миллионов заложен вывоз строительного мусора и ликвидация фундамента. Однако, что делать с кирпичом и шлакоблоком непонятно. Местные власти рассчитывают, что их разберут жители. Глава Бурятии поставил эту затею под сомнение. Если у вас будет лежать куча, 10 лет, человек будет там подходить, под 10 кирпичиков забрал. В течение месяца опирается. Уже утру. Смотрите, сколько у вас дома. Это один дом будет забрали в течение месяца. Вахты через двух месяцев. А три дома уже будут 5 лет лежать. Нет, нет. Столько человек не нужно. Нет, там лучше, видите, когда только в зону сносят, население само проходит. Быстрее вот эти шлакоблоки. Я понимаю. Это если один дом? Ага. А вот если вот такого количества сносят, население столько не нужно? Делаю это надо. В любом случае, Алексей Цыденов пообещал проработать этот вопрос с Министерством строительства. И при возможности расширить бюджет для вывоза старого стройматериала. Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. Закаменский район. Новости дня. Продолжение следует...